МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день на канале СТВ начинают корреспонденты службы новостей. В студии Яна Таран. Здравствуйте. Новый вектор экономических и политических взаимоотношений Беларуси и Словении. Министр иностранных дел нашей страны посещает государство Балканского полуострова. Программа трехдневного визита насыщенная. Ожидается, что Владимир Макей встретится с президентом Словении Борутом Пахаром. Также пройдут переговоры с мэром Любляна и главой внешнеполитического ведомства Словении. Также запланированы встречи с представителями деловых кругов. Результатом визита станет новая программа сотрудничества двух стран на ближайшее время. Европа на пороге миграционного кризиса, подобного тому, который был в 2015 году. Такое мнение высказал председатель социал-демократической партии Германии Мартин Шульц. Политик назвал крайне опасным увеличение потока беженцев, которые прибывают в Европу через Средиземное море. И косвенно раскритиковал канцлера Германии за действия, а точнее бездействия по этой проблеме. Два года назад в ФРГ приехали более миллиона беженцев. По большей части бесконтрольно. Границы тогда открыли из хороших гуманитарных побуждений, но многие среди прибывших не нуждались в убежище, а просто искали лучшей жизни. Кроме того, под видом мигрантов в страны ЕС нередко попадают экстремисты. Самый быстрый подвесной поезд запустили в Китае. Зрелище, прямо скажем, необычное. Называется поезд тоже соответствующе, небесным. Отцы железнодорожного чуда говорят, что хотя состав еще работает в тестовом режиме, но уже устанавливает рекорды. Скорость подвешенный состав развивает до 70 км в час. Передвигается он по монорельсовой дороге с магнитами на высоте от 5 до 10 метров над землей. Такие характеристики хорошо подходят для крупных городов с высокой загруженностью транспортных веток. Белорусские школьники завоевали шесть медалей на Международной олимпиаде по математике. В нынешнем году первенство для лучших умов принимала столица Бразилии. Соревнования проходили в несколько этапов. Каждым участникам предлагали самые непростые задачи, на выполнение которых отводилось чуть больше часа. Золотой медалью достоились лишь те математики, которые в сумме набрали больше 25 баллов. Из шести сотен старшеклассников золото лишь у 50. Среди них и гомельский гимназист Егор Дубовик. Всего же в копилке белорусской сборной еще серебро и четыре бронзы. В общекомандном зачете 14 место. В состязании принимали участие команды из 111 стран. Необычный веломарафон стартовал в Гомеле. На велосипеды, сменив фрясы на спортивную одежду, пересели священники гомельской епархии. Основную часть транснациональной велоэкспедиции составили молодые прихожане православных храмов. Международный маршрут Гомель-Вильнюс проходит через десятки храмов на территориях, когда-то входивших в состав одного государства, Великого княжества Литовского. Это очень интересный вид паломничества о разных святынях Белоруссии, Прибалтики, Польши. И также будут они как раз в день памяти вильнских мучеников Вильна, где будет божественная литургия. Хотя находятся на нынешнее время по разные стороны границ в разных государствах. А православие и святые православия, они нас всех объединяют. Посмотреть мир и узнать, на что способен наш организм. Развить себя как-то культурно и в то же время как-то спортом заняться. Активный отдых – это всегда хорошо. Это первый подобный международный церковный веломарафон, причем не только для гомельской епархии, но и всей белорусской православной церкви. И напоследок неделя финской кухни стартовала в Белоруссии. Только в столице около 10 кафе и ресторанов присоединились к гастрономическому фестивалю. Для настоящих ценителей все, чем богата скандинавская земля. Грибы, ягоды и рыба. И совсем необычные десерты, например, огуречное мороженое. На этом выпуск завершен. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите также на наш сайт ctv.by. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. До встречи в половине восьмого утра.